Полигон отходов в Турлатове уже давно и достаточно серьезно отравляет жизнь жителям близлежащих населенных пунктов. Причем отравляет в прямом смысле этого слова. И вот в очередной раз он оказался в центре событий. Начнем с того, что в 2015 году судом Московской области было вынесено решение о приостановлении деятельности данного полигона. Однако появилась информация, что отходы сюда продолжают завозить. И в последний раз это было сделано совсем недавно. Именно для того, чтобы проверить данную информацию, наша съемочная группа приехала к полигону утром 13 апреля. Мы стали не единственными, кто пытался попасть на его территорию. Однако, если представители УМВД Роспотребнадзора после долгих препирательств все-таки пропустили, то нашей машине попросту преградили дорогу. Несмотря на то, что мы предъявили журналистское удостоверение, по первому требованию нас не пустили на территорию полигона. Мы напомнили, что как журналисты мы имеем право снимать на территории предприятий, даже если у нас нет специального разрешения. И тем не менее, за ворота мы не попали. По всей видимости, на этом наши съемки могли завершиться, если бы не службы судебных приставов, которые помогли нам попасть на территорию полигона и зафиксировать горы мусора, которые предположительно были привезены сюда накануне. Все остальные службы, включая представителей УМВД Роспотребнадзора и Управление службы судебных приставов, оказались здесь именно в связи с деятельностью полигона, который осуществляется незаконно. Сейчас на принудительном исполнении в Управлении службы судебных приставов находится исполнительное производство об обязании фирм «Экосоюз» и «Калибре» запретить ввоз твердых бытовых отходов всех классов опасности. Однако фирмы не располагаются на территории Рязанской области. Также сотрудники отказываются данных фирм получать почтовую корреспонденцию. Ввиду этого представляется сложным вопрос о привлечении руководителей данных юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 17.15 Кодекса об административных правонарушениях, а также о привлечении к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного 315 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время судебным приставам исполнителям принимается процессуальное решение об обращении в судебный орган за заменой способа исполнения судебного решения обязательно прекратить. Таким образом, деятельность по ввозу твердых бытовых отходов будет прекращена. Ну а пока на полигоне должностными лицами проводятся исполнительные действия, направленные на проверку территории полигона. Также составлен акт совершения исполнительных действий и установлено, что отходы твердые бытовые все-таки складируются. Сложившаяся ситуация не могла не заинтересовать и сотрудников природоохранной прокуратуры, которые также приехали с целью установления факта осуществления деятельности полигона. Пока все органы воздерживаются от каких-либо заключений и ссылаются на необходимость проведения проверок. Конечно, на глаз класс опасности, складируемых на территории полигона отходов, определить невозможно. Но то, что сюда их продолжают привозить, по всей видимости, факт доказательств не требующий. Остается только надеяться, что в скором времени опасная эпопея под названием полигон отходов в Турлатове все-таки будет завершена. И тогда жители Рязанской области смогут вдохнуть полной грудью. Чего сейчас, особенно вблизи полигона, они сделать не могут. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».